Его рубить бесполезно. Одну голову отрубишь, как у раваны, две вырастают сразу. Тут, в общем, ложное эго испаряется. Именно оно испаряется, оно не исчезает. Его невозможно срубить. Оно уходит, испаряется, именно вот так вот. Или как есть такое ещё, тает, как снег. Вот именно так ложное эго уходит. Именно в общении с преданными. Только так. Больше не как. С Кришной на алтаре даже мы кланяемся к Кришне. Вот если у кого-то божества есть, например. Или мы приходим к алтарю, подходим. Общение с Кришной даже не столько испаряет это ложное эго. Можно поклоняться Кришне, и тем не менее ложное эго так и останется. Но когда мы общаемся с преданными, вот только в этом случае ложное эго исчезает, испаряется. Есть ещё одно определение смирения. Это определение даёт Санатана Гасвами. Он говорит, что смирение — это качество, когда человек, когда преданный, считает себя ниже другого преданного. Считать себя ниже ближайшего. И это очень серьёзный уровень, на самом деле. Я по себе знаю. Это не так-то просто считать себя кого-то выше, а себя ниже. И это надо развивать, тем не менее. Мы всегда по нашим привычкам материальным мы думаем, ну почему это? У него столько недостатков. Почему это он выше, чем я? У меня нету такого плохого недостатка. Значит, я выше, чем он. Нет, неправильно. Надо всё равно считать себя ниже. Вот переломать вот это, вот это и есть ложное эго. Нужно его сломать. Испарить, да, совершенно верно. Сломать его не получится. Только служа преданным. Кришна говорит, я проявляю себя только тогда, когда мой преданный служит преданному. Именно служа преданному. Мы сможем понять, что мы ниже. Как господь Чайтанья сказал, да-са, да-са, а ну-да-са. То есть я самый-самый-самый последний, вот там стою преданный. И в материальном мире простые люди, они всегда хотят возгордиться, они всегда хотят возвысить себя. В духовном мире всё наоборот. Поскольку материальный мир — это искажённое отражение духовного мира. Там, например, на Вайкунтхах, каждый преданный, он говорит, что ты лучше служишь Кришне. Ну, там Лакшмина Райана. На Вайкунтхах Лакшмина Райана управляют. Он говорит, ты лучше служишь, чем я. Мне ещё надо учиться у тебя, служись. Там также есть дживы на Вайкунтхах. Они общаются между собой, вот как мы сейчас здесь общаемся. Там точно так же всё происходит. Но там нету зависти, там нету плохих качеств, там нету гордыни. Человек с такими качествами туда его просто не пустят. Он никак не сможет туда попасть. Но человек, который повторяет Харе Кришна, у него исчезают все плохие качества. Все до единого. 27 хороших качеств есть. И 54 или 52 негативных качества есть. Я не буду сейчас перечислять, это долго сейчас голову ломать буду. Но так или иначе. Итак, мы остановились на том, что к Ранти-Деву пришли. С большим почтением Ранти-Дева отдал последние остатки пищи псам и их владельцам. Как это, псам отдать с большим почтением пищу? Тем более последнюю пищу. Да? Можете себе такое представить? Вот это действительно такое вот. В Шримад-Багава там такие примеры, очень хорошие примеры, как Вайшнаф настоящий должен себя вести. И кто такой настоящий Вайшнаф, так же есть определение. Шрила Бхакти Сидганта Сарасвати, он сказал, что Вайшнаф, он сказал, что мы неправедники и негрешники. Мы и неправедники и негрешники. Мы те, кто берет пыль с лотосных стов Вайшнава, ложит себе ее на голову и несет, несет в мир. То есть мы всегда считаем себя ниже, чем Вайшнаф. И тогда пыль, что такое в данном случае пыль, это наставление. Наставление до наших духовных учителей, наставление Шрилы Прабхупады. Мы тогда обретаем эту силу, чтобы передать, самому следовать и передать наставление. И если не повторять Харе Кришна, никакая сила не придет. Такой вот мистический процесс происходит. Если не развивать смирение, Кришна не появится никогда. Только через смирение кротость, говорится, Кришна появляется. Смиренный человек, он видит параматму уже. Если он достаточно развил смирение в себе, он видит параматму. И он легко общается с ней. И параматма ему подсказывает, как действовать в разных ситуациях даже. Очень легко слышать параматму. Параматма — это голос нашей совести, так можно сказать. У каждого человека есть совесть. И важно только ее слышать. Когда мы свои чувства очищаем, то мы слышим нашу совесть. Мы слышим, что она... Вот это плохо делать, это не надо делать. Вот это хорошо, вот это делай. Все, каждый же знает, правда же? Каждый ощущал, что совесть всегда говорит, делай вот это, вот это правильно. Но обрести силу, чтобы так делать. Вот в чем суть. Поэтому поется «Бхаджо-бхаджо-бхай, чайтанья-ни-тагай». Просто пойте, восхваляйте Господа чайтанья, Господа нити-нанду. Санкерта-на-яги — это единственный метод в Кали-югу. Распространять святое имя. Собираться вот так вот, общинами, собираться, праздники проводить на Харинамы. Вот это вот и есть очистительная стадия называется. Пока мы дойдем до ручьи, нам нужно прилагать усилия. И так дальше Рандидев накормил псов с их владельцем. И когда он уже собирался попить, после этого у царя не осталось ничего, кроме воды, которой едва хватило бы одному человеку. Но как только царь собирался утолить ей жажду, пришел Чандал и сказал, «Прошу тебя, дай мне неискорожденному напиться воды». Следующий текст. Тронутый жалобной просьбой несчастного, изнуренного жаждой Чандала, Махараджа Рандидева произнес такие бессмертные слова. Следующий текст. «Я не прошу Верховную Личность Бога наделить меня восьмью совершенствами, которые дает мистическая йога, или спасти меня от бесконечной череды рождений и смертей. Я хочу лишь одного — находиться среди живых существ, и страдать за них, чтобы избавить их от мучений». Вот так думает истинный Вашнав, истинный преданный. Он готов взять на себя все страдания. Также есть хороший пример Иисус Христос. Он также проповедовал и взял страдания людей на себя. Это реальность. И есть еще одна история. Когда однажды Вашнава проклял Дурласа Муни, проклял преданного, чтобы тот попал в ад. И он попал в ад. И он подумал, о, как хорошо тут, спокойно. Можно мантру повторять. Никто меня не беспокоит. И он, Хареи Кришна, Хареи Кришна. Нашел, видать, себе четки там из чего-то сделал. В тюрьме из хлеба делают. Я знаю. Четки сделал себе. И просто сидит и повторяет. Хареи Кришна, Хареи Кришна. Ну, правда, говорит, припекает тут что-то. Ну, ничего страшного. Нормально. Зато никто не беспокоит. И всегда находятся такие личности, которым это не нравится. Всегда есть двойственность в материальном мире. Почему войны происходят? Почему вот сейчас ДНР? Потому что всегда есть завистники. И так и будут всегда завидовать. В материальном мире это всегда будет такое. И он повторяет, Хареи Кришна сидит себе спокойненько. А этим не нравится. Они подходят, духовный учитель, Шукрачаря. У демонов есть духовный учитель, Шукрачаря. Они пришли к Шукрачаре и сказали, а что это такое непонятное творится? Это там сидит какой-то и повторяет Хареи Кришна и не страдает нисколечки. Как это так может быть? Совершенно непонятно, что это такое. И Шукрачаря пришел, посмотрел на него. Он сразу все понял, поскольку он развитая личность. Он обладает ситхами. Он даже однажды мантру изобрел бессмертную, которая давала бессмертие своим демонам. Их невозможно было убить с помощью этой мантры. Сан-Дживани, по-моему, да? Сан-Дживани мантра такая, что если убивали демона, он тут же воскресал. То есть Шукрачаря – это очень великая личность. И он посмотрел и сказал им, а вы ничего не сможете сделать. Они удивились, как это, почему это? Ну, попытайтесь. Они пришли, начали его копьями, еще там, ну, в общем, начали его, хотели убить его. Невозможно было его убить, поскольку в аду дается такое тело, что оно не умирает. В аду человек страдает, но не умирает. Ему можно руку оторвать, голову оторвать, но он не умрет все равно. Но страдания испытывает очень сильное. В аду такое тело дается. И они, что ни пытались сделать, невозможно его было убить. И тогда они опять к Шукрачаре пришли. Сказали, Шукрачаре, ну что, ну невозможно терпеть это Харе Кришна. Ну как это, сколько можно уже? И тогда он сказал, поскольку у него есть любовь в сердце, вы ничего не сможете сделать. Пока его любовь живет у него в сердце, к Кришне, вы ничего не сможете сделать. Если вы сможете забрать у него любовь, тогда вы сможете его убить. Они пришли и сказали, они переоделись в брахманов. И сказали, что это за бог у тебя такой? Как это он мог тебя сюда послать? Почему он тебя не защитил? Это неправильный бог твой. Зачем ты ему поклоняешься? Ты неправильно ведешь себя. Давай забудем про этого бога. Пошли с нами, мы там тебя устроим. Но он не мог уже про Кришну забыть. Потому что его сердце было наполнено полностью. У нас сердце, оно как вакуум. Оно либо мусором наполняется, либо Кришной. Поэтому у него сердце было полностью заполнено. И они все-таки попытались, конечно, забрать у него любовь из сердца. Но не смогли. И они часто приходили к нему и слышали, как он повторял Харе Кришну. И это у них немножечко, каждый раз оно отпечатывалось у них в сознании. И он просто начал повторять Харе Кришну. И произошло такое мистическое чудо. Они тоже начали вместе с ним повторять Харе Кришну. И тогда он сказал, ну вот видите, как Кришна меня защищает. Вы ничего не сможете со мной сделать. А Кришна всегда защищает. Кришна — это самый лучший защитник своих преданных. И самый лучший друг своих преданных. В данном случае этот пример с Рантидевом Кришна создал специально для того, чтобы возвысить своего преданного и чтобы прославить своего преданного. Потому что на самом деле этот Чэмдау, эти псы, это был Господь Брахма, Господь Шива и другие полубоги. Они потом явились ему, Рантидеву. Он их реально увидел. И они сказали, это мы к тебе приходили, и мы проверяли тебя. Насколько ты силен. И сила преданных, действительно, она безгранична сила преданных. Расскажу немножечко про себя тогда, чтобы понятнее было, в чем сила. Я пришел когда в ЖЭК, два года тому назад я пришел работать в ЖЭК. И вот смотрю, а там что ни слово, то мат, что ни день, то ссоры. Ну, ужасная, конечно, атмосфера. У каждого на шифонерах висит там, у бригадира висит бригадир. Там от перфоратора наклейка такая. Бригадир-перфоратор называется. Он ее себе, бригадир у нас самый такой демоничный. Демонюга. Ну, маленький, конечно. А все остальные, ну, так. И у них шифонеры разные картинки. Я думаю, ну, я себе тоже повешу. И я повесил Радха Кришну. Есть, как Кришна на флейте и Радха на флейте играют, если кто-то видел. Они вдвоем, и у них одна гирлянда на двоих одета. И один из них подходит и пальцем так тыкает. А это, а, а это Кришна, да, я говорю, да. А это кто? И пальцем. А второй подходит, говорит, нельзя пальцем тыкать. Ты что пальцем тыкать? Когда я с ними здороваюсь, здороваемся же за руку, я им говорю, Харе Кришна. Сначала они не понимали. А вот теперь каждый со мной, еще издалека только, они уже руку дают, Харе Кришна. А как надо отвечать? Я говорю, Харе Рама. О, Харе Рама. И вот два года только лишь прошло, и уже один из них ходит к нам на Намахату. Уже ему четки дали даже. Он уже начал Харе Кришна повторять. Так что Кришна просто повесил на шифонер к себе Радха Кришну, и люди уже стали по-другому себя вести даже. Я их даже прославлять начал. Я говорю, о, ты сегодня на работу трезвый пришел. Они, да. Они все понимают на самом деле. Все видят, все понимают. Невозможно обмануть никак. Все чувствуют. Хотя это простые люди. Матершинники и пьяницы. Но они все чувствуют. Я так думаю, Кришна, потому что в сердце у них. Они все чувствуют. И совесть-то все-таки есть у людей. Все-таки правду не обманешь никак. Так что в конце нужно, конечно, почаще вот такие фестивали устраивать. Я в следующем году обязательно приеду еще раз к вам. Мне очень понравилось. Мы вчера, меня преданные, вот я видел одного из них здесь. Они меня повезли на горку, на канатная дорога. Понравилось мне там. Очень здорово. Нужно быть, конечно, развивать в себе смирение, терпение. И отказаться от дешевых, чувственных наслаждений. Это очень дешевое на самом деле наслаждение. Вот вчера мы на горе испытали наслаждение. Намного выше. Очень здорово. Харе Кришна, спасибо вам за внимание. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна.